Одна из самых значимых и масштабных строек, завершившихся в прошлом году – мост через рек Усатис. Магистраль протяженностью 80 метров соединила старую и новую части города. На ее строительство федеральный бюджет выделил 634 миллиона рублей. Казады огромные были сделаны. Эффект мог быть достигнут меньшими тратами. Мост хороший, удобно передвигаться с нового района в старый. Я не профессионал, но мне все нравится, как гражданину. Смотрите, если болтается. Лестницу пусть сделают по-нормальному. А что с ней не так? А вы сами подойдите, посмотрите, одно перила всего. Там даже его и нету, можно сказать. А вот новая дорога на Харитоны появилась благодаря поддержке из регионального бюджета. Из 80 миллионов рублей 70% предоставила область, 30% выделила городская казна. Новую дорогу открыли прошлой осенью. Пробок нет, все нормально стало. Середину облагородить, чтобы было красиво. Не вот здесь вот дерна один, а так травкой газончик сделать. Расширение разгрузило дорогу, гораздо свободнее стало. Мне кажется, узковато. Особенно стоянка, когда объезжает их прям поездно. Автобусы тогда большие. С одной стороны, хорошо, что дорогу расширили, облагоустроили меня, например, но переживаю с одной. С другой стороны, за то, что здесь нарушили цветы. Мне очень нравились, которые здесь все время были. Храм царственных страстотерпцев возводился исключительно на пожертвования прихожан. Строили его почти пять лет. Дата его открытия совпала со столетием со дня расстрела последнего русского императора и его семьи. Освящение храма стало настоящим праздником для горожан. Мне очень здание нравится. Оно наполнено той энергией, которая нужна для душевного равновесия. Все классно. Фонарики, плиточка. Люди отдыхают с детьми здесь, с колясками сидят. Все красиво. Ну и, конечно, в городе продолжают строить жилые дома. И приятно, что вместе с этими домами появляются огромные благоустроенные территории. Яркий пример – жилой комплекс «Саровская ривьера», который без преувеличения стал центром притяжения для горожан. Прогулочная набережная, зеленые газоны, декоративные деревья, дизайнерские лавочки и идеально четкие линии фасадов домов. А еще современные спортивные и детские площадки. «Саровская ривьера» стала излюбленным местом для фотосессий и масштабных мероприятий, таких как, например, фитнес-уикенд, и просто для прогулок и занятий спортом. Здесь замечательно. Я хотел бы здесь жить, как минимум, но сейчас пока не живу. Приезжаю сюда, отдыхаю, занимаюсь воркаутом, занимаюсь физкультурой, отдыхаю. Здесь тихо, спокойно, природа, утки. Просто отлично. Как наша питерская ривьера. Отличный район, очень удобно. Все продуманы парковки. Здесь детям есть где погулять. Все просто супер. Как вам набережная? Отличная. Мы любим здесь гулять всей семьей. Превосходное место. Ребенка отдала в садик. Сама сижу здесь, медитирую, балдею, кайфую, наслаждаюсь жизнью и жду, когда набережная продлится к моему дому. Компания «Саровинвест» продолжает работы по благоустройству и строительству в районе поймы реки Сатис. Прогулочная набережная протянется от Красного дома до Плотины. Ее общая длина составит 3 километра. Канал «16» поздравляет всех причастных к преображению нашего города с профессиональным праздником – Днем строителя. Мы желаем вам дальнейших успехов, новых ярких проектов и их блестящей реализации.